Не хакеры, а исследователи. Так себя называют участники и организаторы самого практико-ориентированного мероприятия по информационной безопасности этой осени, конференции Zero Nights. И сегодня, 26 ноября, во второй и последний день мероприятия, здесь собрались самые упорные и самые активные исследователи компьютерного кода. Только практика, только хардкор. И специальный репортаж для вас снова ведут команда Бистовая и я, Тамара Никифорова. И пользуясь случаем, я хочу передать привет родителям, я хочу поздравить нашего самого активного и самого внимательного зрителя, Константина Бельцова. По итогам прошлого репортажа он стал победителем нашего конкурса. А в этом репортаже вас ждет новое задание и новые призы за его выполнение. Подробности в описании к этому видео. Ну, довольно предисловий, космос ждет нас. Средний возраст докладчиков 30-33 года, ну а среди участников юных лиц и того больше. Но молодость мастерству не помеха. Многие здесь, можно сказать, родились с клавиатурой в руках и методами взлома на кончиках пальцев. Так что взломать, в смысле исследовать, даже самое защищенное устройство для них не проблема. Ну, 15 лет, занимаюсь относительно недавно, там, два года для изучения функционального запаса себе точно мало, но... В основном брат познакомился с этим, как-то понравилось. На ум приходят только, ну, неприличные слова, то есть круто настолько. Нет, 20 лет. На Zornite я был в прошлом году, в этом году и оба года волонтер, потому что мне это очень нравится и понравилось и тогда, и сейчас. И вообще впечатление как от прошлого Zornite, так и от этого, ну, ужасно положительное. Могу сказать, что все не просто круто, а очень даже. Ну, мне 21 год, занимаюсь безопасностью, уже шестой год. В общем-то, впечатление чудесное, замечательно, очень много интересных докладов, вот, как раз отвлекли меня, слушала. Все очень интересно, очень понятно, то есть, все-таки докладчики пытаются наиболее доходчиво объяснить. Zornite – мероприятие поистине глобального масштаба. В этом году участниками стали более 1400 человек, в то время как всего каких-то 5 лет назад это был закрытый клуб по интересам всего для 200 человек. На конференции выступили более 60 специалистов из 11 стран мира – России, США, Бразилии, Германии, Великобритании, Польша, Китая, Италии, Греции, Мексики и Норвегии. В формате докладов и воркшопов они учат беспощадно вскрывать платформы любого масштаба и разной степени сложности. Основное внимание в этом году сфокусировано на темах веб-безопасности, уязвимостях на уровне железа, безопасности сетевых протоколов и сетепередачи данных, анализе вредоносного ПО, аутентификации и новых хакерских приемов. Данные, которые предоставят ребятам, вся та информация, которую они дают в докладах – это то самое, о чем все будут говорить только через полгода. Это Zero Day, это свежие уязвимости, это новые вектора Атак. Все это, по сути дела, представляет собой уникальный контент, и автоматизированные утилиты для поиска уязвимости или для анализа защищенности, они этого всего еще не умеют. Мы это используем прежде всего для того, чтобы митигировать эти угрозы у себя в Киеве и быть одними из первых, кто эти угрозы и эти вектора смогут себя устранить. По словам организаторов, в два дня проведения конференции уместилось более 20 поистине хардкорных докладов и ровно столько же интересных и познавательных воркшопов. Те же из исследователей, у кого после очередного прослушанного доклада чешутся руки, смогли прямо тут же конвертировать полученные знания в приятные призы и подарки. Первое мероприятие, на самом деле, было самое эмоциональное, как это ни странно, потому что оно было для нас самое тяжелое, и когда мы начинали Zero Nice, мы вообще были не уверены, что можно организовывать такие мероприятия. И был принципиальный момент, давайте сделаем как на Западе, давайте сделаем русский Black Hat. И теперь, через 5 лет, я могу сказать, да, наконец-то мы это сделали. Практически мы сделали то, чего хотели. Вот на этой конференции я уже, в принципе, практически на 100% доволен всем. Но теперь мы уже можем совершенствоваться. То есть экспонента пройдено, теперь пойдет уже просто плавный рост, и мы будем просто плавно увеличивать качество мероприятия. Причем качество не контента, контентом мы славились всегда, а именно просто качество мероприятия. Потому что по контенту мы еще 2 года назад, по контенту мы вошли в десятку самых крутых хардкорных конференций в мире. Итак, Zero Nice 2015 подходит к концу, но всем хочется продолжения. И мы надеемся, что ровно через год нашествие синих матрешек будет еще более масштабным. А наш репортаж подошел к концу. Интервью с участниками мероприятия в самое ближайшее время на канале БИС-ТВ. И для вас работала команда БИС-ТВ и я, Тамара Никифорова. Ставьте плюсы и большие пальцы вверх. Участвуйте в нашем конкурсе. Делитесь видео с коллегами по ИБ. Комментируйте и подписывайтесь на наш канал. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok